Тем временем уточненные данные поступают из Парижа, где этой ночью совершена крупнейшая за всю историю Франции серия терактов. По последней информации, 128 человек погибли, более 250 ранены, 99 из них в критическом состоянии. Сразу 6 атак, расстрелы на улицах, взрывы у переполненного стадиона, захват заложников в концертном зале. Ответственность берут на себя боевики ИГИЛ, группировки запрещенной в России. Во Франции объявлен трехдневный траур. Часть серрористов уничтожена, но их пособники еще могут быть на свободе. В Париже работает наш корреспондент Яна Подзюбан, она выходит на прямую связь со студией. Яна, во Францию спецоперация, есть ли какие-то результаты, удалось ли кого-нибудь задержать? По последней информации, во Франции задержан сирийц, который, возможно, имеет отношение к организации терактов здесь, в Париже. Далее подробностей никаких не сообщается, но прокуратура Парижа подтверждает. Этой ночью в столице Франции погибло 128 человек. Более двух сотен получили ранения, и половина из них действительно в критическом состоянии. На грани жизни и смерти число жертв растет. Больше двухсот ранены, и число это, возможно, увеличится. Есть и сведения террористов. Восемь из них действительно погибло сегодня ночью. Один был застрелен полицейскими, еще семь погибли в результате взрыва этих поясов-смертника. Есть сведения и о новом девятом террористе. Его бойцам спецназа удалось взять живым. По городу у пунктов приема крови стихийные очереди. Никакого призыва помочь от медиков не звучало, но, несмотря на рекомендацию не собираться в общественных местах, люди говорят, не могли не прийти. Кровавые бойни журналисты французских СМИ уже окрестили теракт в театре. Мы стоим буквально в 100 метрах от этого места. Здесь были захвачены заложники. Здесь больше всего погибло людей, по меньшей мере 100 человек. Жандармы оцепления не сняли до сих пор. Внутрь, конечно, никого не пускают. Более того, операция по поиску террористов действительно все еще продолжается. Она в активной фазе. Периодически мимо нас проезжают полицейские патрули и машины. Следователи на высокой скорости. Ищут оставшихся живых террористов, их пособников. Дополнительно в столицу Франции прибыло полторы тысячи военных. Объявлено чрезвычайное положение по всей территории страны. Жители города просят не покидать своих домов. Частично приостанавливают транспортное движение. Начинаются обыски. Франция закрывает границы, чтобы больше никто не вошел. Но главное, не вышел. Нужно задержать террористов, которые уже наверняка пытаются покинуть страну. Об этом журналистам рассказал Франсуа Аланд по итогам экстренного совещания Совета безопасности. В стране объявлен трехдневный траур. Патрулировать улицы Парижа будут военные. В ближайшие пять дней любые митинги и общественные собрания запрещены. Это акт войны, который был хорошо подготовлен, спланирован из-за рубежа. Сообщники террористов были внутри страны. Сейчас идет следствие, которое это точно установит. Все меры, которые нужны, чтобы защитить наших граждан и нашу страну, приняты в срочном порядке. Армия и силы охраны порядка готовы ответить достойно на то, что произошло вчера. Их действия позволили нейтрализовать террористов. Всю ночь наша съемочная группа работала на улицах города. Мы пытались охватить все горячие точки Парижа. Мы разговаривали с очевидцами событий и сами ими стали. Вот наш репортаж. Вечер пятница. Обычно в Париже самое шумное время. Кафе, рестораны переполнены людьми. Сейчас все наоборот. На улицах пугающая тишина и пустота. Полиция просит жителей Парижа не выходить на улицы. Все каналы прервали вещание. Ровно с таким заголовком. Париж атакован. Мы сейчас находимся на улице Вольтера. От нас, предположительно, 700 метров находится то самое рок-кафе, в котором сейчас, по предварительной информации, находятся заложники. Около 100 человек. В эти минуты, а это практически половина первого ночи по Париже, началась операция по освобождению заложников. Отойдите, пожалуйста. Нам удалось проникнуть за оцепление полицейских, подобраться ближе к рок-клубу, в котором произошла катастрофа. Надо сказать, что несмотря на очень серьезное оцепление, совершенно перекрыть доступ парижанам к месту полиции не удается. Сейчас сюда, к рок-клубу, подъедет президент Оланд с премьер-министром и главой Министерства внутренних дел. Мне кажется, это их кортеж. Первые видеокадры очевидцев событий опубликовала в интернете газета «Лимон». В воздухе кружат вертолеты. За каждой полицейской машиной спецназ. Люди в штатском – спецслужбы. Штурм длился час. Заложники позже расскажут. Террористы ворвались в зал и хладнокровно расстреливали всех. Зрители падали с балконов. В партере умирали от ран. Через полтора часа – агония и мучения заложников. Террористы были обезврежены. Спецоперация по освобождению заложников завершилась буквально несколько минут назад. Сейчас бойцы спецназа выходят из рок-кафе, в котором произошел теракт. Выводят и тех раненых, что могут добраться до каретской помощи. Сколько террористов было внутри? Что они выкрикивали? Простите, я не могу говорить. Сзади раздались звуки, похожие на разрывы петард. Мы сначала не поняли, что к чему. Я думал, что так надо, и эта часть шоу. Но все вокруг стали бросаться на пол. Мы испугались и тоже упали. Все кричали. Это, наверное, длилось минуты две-три, но мне показалось, что все здесь. Все, кто оказался на улице в момент теракта, еще долго не расходились. Пострадавшим помогали. Как только все началось, мы услышали перестрелку. Я закрыл всех посетителей моего кафе внутри. Мы заперли двери и ждали, когда все это закончится. Что теперь можно сказать? Мы будем противостоять этой атаке. Нас не испугаешь. Мы были едины, и когда было Шарли, и будем едины сейчас. Я живу напротив кафе и услышал звуки. Подумал сначала петарды. А потом выглянул в окно и увидел, как полицейские гонятся за мужчиной. Они повалили его на асфальт и заломили руки. Освобожденных заложников вывозили автобусами. До сих пор на улицах Парижа всюду рев сирен. Шок. Крупнейший теракт в истории страны. В субботу и воскресенье будут закрыты большинство учреждений. Отменены общественные мероприятия. Уже сейчас на границах страны выставляются кордоны. Яна Подзиман, Сергей Мухин, Первый канал, Париж.